МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юбилей в застенках. Адвокаты Савченко рассказали о приблизительных сроках возвращения надежды домой. Отдыхай по нашим. Перед началом сезона отпусков подробности изучали украинские туристические локации. Вооруженное нападение на журналистов. В Одессе трое неизвестных избили и обстреляли сотрудников местного седьмого канала. Произошло это прямо возле офиса компании в 4 часа дня. Все засняли камеры видеонаблюдения. К зданию подъехала иномарка. Из нее вышли мужчины в спортивной одежде и направились к журналистам. Сначала завязалась потасовка. Затем один из молодчиков побежал к машине, достал ружье и практически вплотную начал стрелять по медийщикам. Ранил в плечо и голову журналиста. Еще двое нападавших продолжили избивать двоих операторов канала. У них травмы и переломы носа и сотрясение мозга. Немного позже появилась информация о том, что нападавших якобы уже задержали, но пока эту информацию в одесской полиции не подтверждают. И снова об Одессе. Какая ситуация в городе, который пережил накануне неспокойную годовщину трагических событий 2 мая? Все выясняли мои коллеги. Сегодня Куликово поле уже не перекрыто по периметру лентами, нет оцепления полиции и любой может спокойно пройти к Дому профсоюзов. Вчера доступ был закрыт весь день. Поступило несколько сообщений о минировании. Одесситы, которые пришли возложить цветы к месту гибели 42-х человек, букеты оставляли у входа на площадь. Мы просто хотим почтить память наших сограждан, наших одесситов, которые погибли здесь совершенно безвинов. В этой толче и под жарким солнцем людям становилось плохо. Один мужчина умер, предположительно, от инфаркта. Виктору Филиппову было 79 лет. Жил всего в квартале от Куликово поле. Раньше ни на какие митинги не ходил, рассказывает вдова Раиса Тимофеевна. Хотел пойти цветы поставить там на день такой, что там погибли люди. Ему нельзя ни нервничать, ничего было. Он, наверное, пошел там, увидел тоже что-то такое. И вот после всего мне уже звонят, что видели, что там это самое. Ваш муж умер. Помочь семье уже вызвались местные политики. Мы, как фракция, позиционная в Благородском совете, не могли не отреагировать на это событие. Взяли организацию похорон на себя. Это самое малое, что мы можем сегодня сделать для этой семьи, для семьи настоящих одесситов. Тем временем дополнительные силы правоохранительной, направленные в Одессу ко 2 мая, уже покидают город. Первыми уехали патрульные экипажи из Николаевской и Днепропетровской областей. Мы будем смотреть по ситуации. Если ситуация будет спокойна, она на сегодняшний день у нас спокойна, мы будем отправлять силы в пункты постоянной дислокации. Если ситуация будет усложняться, будем мы действовать по обстановке. До конца майских праздников в Одессе останутся подразделения национальной гвардии. Ведь в день победы 9 мая в городе снова стоит ожидать провокаций. Ольга Иванченко, Юрий Красновский, подробности телеканал Интер Одесса. Обстоятельства трагедии 2 мая 2014 года в Одессе должна расследовать международная группа следователей, чтобы виновные все же оказались на скамье подсудимых. Такое заявление сделали сегодня в оппозиционном блоке. По словам нардепа Николая Скорика, процитирую, учитывая, что Украина не проводит расследование уже 2 года, его должна провести независимая международная группа экспертов. Также в оппоблоке требуют отставки руководства области и силового блока правительства, которые накануне не обеспечили соблюдение законности и конституционных прав граждан. Я напомню, расследовать одесские события двухлетней давности призвал накануне и глава представительства ЕС в Украине Ян Тамбинский. В своем заявлении он посоветовал власти следовать рекомендациям Международной совещательной группы Совета Европы и провести независимое и прозрачное расследование. Все, кто несет ответственность за преступление, должны предстать перед судом, подчеркнул посол Евросоюза. И еще одно происшествие в Одессе. Там полицейские сбили мужчину. Это случилось сегодня около 5 часов утра в районе аэропорта. Патрульный не справился с управлением. Столкнулся с припаркованным автомобилем, задев мужчину, который стоял возле машины. Фото с места происшествия в Фейсбук выложил активист Максим Магера. Как сообщила пресс-секретарь Одесской патрульной полиции Алла Марченко, пострадавший уже был госпитализирован, а патрульный, находившийся за рулем, отстранен от службы. Сейчас проводится расследование. На крупной взятке погорел высокопоставленный пограничник, начальник отделения внутренней безопасности Харьковского погранотряда. Просил почти 10 тысяч долларов, сообщили в Генпрокуратуре. За это обещал пропустить через госграницу автомобиль с товаром. Каким, правоохранители не уточняют. Задержали пограничников во время получения денег, вместе с бизнесменом, который договаривался о провозе товара. Обоим теперь грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Новые факты по делу о трагедии в Еленовке. Напомню, там почти неделю назад в результате обстрела погибли четверо мирных жителей. Все подробности у Александра Пантелеймонова. Пункт пропуска из Мариуполя на Донецк до сих пор закрыт. На свою сторону не пропускают боевики. В ночь трагедии на КПП у боевиков находилось несколько десятков человек. Мы выпускаем на неподконтрольную территорию все машины и всех людей, которые едут. А на блокпосту на октябре их дальше не пропускают и оставляют в серой зоне. И нам вынуждены были несколько раз выезжать ночью, чтобы этих всех людей обратно запустить на подконтрольную территорию. Об этом рассказывают и люди, которые часто пересекают линию разграничения. Ну не успели переехать, наверное, большой поток машин был. И ребят подняли в 11 часов ночи, выпустили 100 машин, по-моему. Люди сами говорили, что они шли пешком от одного блокпостла до другого. Теперь под Мариуполем остался только один пункт пропуска на Новоазовск. После праздников, когда пассажиропоток восстановится, пропускать всех желающих через него будет очень сложно. В период того, как КПУВ Новотроицке было закрыто, не функционировало так, то на данном направлении, те транспортные средства, которые ожидали на оформление перед шлагбаумом, их количество колывалось от 100 автовок до 300 автовок. Почему боевики держат пост закрытым до сих пор, неизвестно. На участке вблизи Еленовки с нашей стороны не стреляют. Военные говорят, возможно, перекрытую дорогу и отсутствие свидетелей боевики используют для перемещения техники, что незадолго до трагических событий как раз и фиксировали наши разведчики. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Антон Шиженко. Подробности. Телеканал Интер. В ОБСЕ обсудят возможное присутствие на Донбассе вооруженной полицейской миссии. Об этом заявил генеральный секретарь организации Ламберто Заньер. По его словам, подобные решения не могут приниматься спешно, ведь требуют дискуссии и консенсуса всех стран-членов ОБСЕ. Сейчас режим прекращения огня контролируют исключительно безоружные наблюдатели специальной мониторинговой миссии. Усиление ее международным полицейским контингентом на переговорах в нормандском формате инициировал президент Украины. Петр Порошенко. Свой 35-й день рождения Надежда Савченко встретит все еще в российских застенках. Но между тем, по словам адвокатов, окончательная дата передачи нашей соотечественницы на родину может стать известна уже в ближайшее время. Когда можно ждать такого решения? Подробнее Данил Русаков. Процесс передачи Надежды Савченко в Украине может занять от полугода до года. Такова стандартная практика по конвенции, позволяющей заключенным вернуться на родину. Но по словам адвокатов, украинская летчица не намерена ждать так долго. Впрочем, в свое 35-летие 11 мая она и так встретит за стенках. Даже если процесс передачи с учетом имеющихся договоренностей ускорят, произойдет он явно не через несколько дней. Накануне новочеркасское СИЗО посетили защитники Надежды, помогали оформить необходимые документы. По словам юристов, руководство следственного изолятора торопилось и волновалось. В пятницу, когда уже приехал Николай Ползов, мы все это с ним обсудили. И в чем начальник ЮМИ Калганов действительно с ним встретился перед входом. Сам вышел и поговорил с ним, что надо быстрее эти документы запомнить. Сразу соглашается на конвенцию мне, потому что там признают виновные, признают решение. Суда вынесшего объединительный приговор. А поскольку другого, собственно, выхода нет, как вернуться на родину, кроме как в последствии этой конвенции. Что касается состояния Надежды, известно, что оно удовлетворительное. Сухую голодовку летчица прервала. Сейчас она принимает воду и специальные смеси. Это питательные вещества, по составу напоминающие нечто среднее между желе и кашей. Их обычно прописывают людям после операции. Известно также, что незаконно осужденные украинки продолжают поступать письма от соотечественников и неравнодушных россиян. В них слова поддержки и пожелания скорейшего освобождения. Однако вряд ли ситуация с передачей Надежды Киеву прояснится до окончания майских праздников. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. 13 украинских медиков освободили из плена боевиков исламского государства в Ливии. Об этом сегодня в Твиттере сообщил глава Отечественного МИДа Павел Климкин. В плену наши сограждане находились с конца марта этого года. Их насильно удерживали в городе Бенжават. Многие работали в Ливии во времена Муаммара Каддафи. После падения режима диктаторы остались и продолжали медицинскую практику. Поэтому неоднократно попадали в плен к боевикам ИГИЛ. Точной информации о личностях освобожденных пока нет. В Ираке убит американский военный. После этого международная коалиция, возглавляемая США, нанесла почти 30 ударов по объектам боевиков исламского государства. Со всеми подробностями Тихан Зятко. Сообщение о гибели американского военного в Ираке уже подтвердил Пентагон. В американском военном ведомстве говорят, все произошло на севере страны, в окрестностях города Масул. Боевики ИГИЛ пошли в наступление, пересекли линию фронта и прорвали ряды курдских сил Пешмерга. Американец, который был убит в результате этого наступления, работал военным советником при курдских формированиях. Мы пока не обладаем достаточной информацией об обстоятельствах его гибели, наши мысли и молитвы с семьей погибшего американского военного. В Ираке идет серьезная битва, которую мы должны продолжать. И там есть американские военные. И действительно, Масул сейчас одна из ключевых точек противостояния. Американцы считают, что если этот город будет освобожден, позиции боевиков ИГИЛ в Ираке будут серьезно подорваны. Ответ США на гибель военного не заставил себя ждать. Как сообщается, международная коалиция, которую возглавляет Вашингтон, нанесла 29 ударов по боевикам исламского государства. Причем не только в Ираке, но и в Сирии. Семь из них по объектам в районе Масула. В частности, уничтожено несколько автомобилей и складов оружия. Все это происходит спустя несколько дней после того, как в Ираке с неожиданным визитом побывал вице-президент США Джо Байден. Но он встречался с руководством страны как раз для того, чтобы подтвердить поддержку Вашингтона в их противостоянии с боевиками исламского государства. Добавлю, что военный, убитый рядом с Масулом, стал уже третьим американцем, погибшим в Ираке с начала американской кампании против ИГИЛ. Тихон Дзитко, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Прогресс Анкары. Готова ли Европа на безвизовый режим с Турцией? Подтверждает ли Брюссель эту информацию источников из Еврокомиссии или дипломатично дает понять, что путь к безвизе пока не продлен? София Гордиенко разбиралась. С мигрантским кризисом у Эрдогана появились рычаги давления на Брюссель. А с кризисом в собственной стране необходимость показать народу победу в давней дипломатической схватке за безвизовый режим. Журналисты проведали, что ЕС все-таки придется пойти на этот спорный шаг, несмотря на то, что еще пару месяцев назад все еврочиновники в унисон заявляли, что торг неуместен. Ситуация в Турции без переменца. Свободой прессы туго, в парламенте дерутся не меньше нашего. Вот, например, как выглядели дебаты по курдскому вопросу. Но удивительное дело, сегодня в Еврокомиссии на жедневном брифинге отметили турецкий прогресс. Вчера парламент Турции одобрил безвизовый въезд на территорию своей страны граждан всех 29 стран-членов ЕС. Еще раз подчеркиваю, всех. Таким образом, выполнив одно из существенных требований по визовой либерализации. Присутствующие на пресс-конференции журналисты очень удивились. Вы упомянули, что Турция продвинулась в выполнении многих требований. Не могли бы напомнить, какими были эти требования? Можете дать нам больше деталей? Детали придется искать вам. Больше информации по этому вопросу будет завтра. Что это было? Просто поглаживание по шерсти турецких властей? Или действительно намерение предоставить безвизовый въезд жителям очень непростой в плане прав человека страны непонятно. Тем временем Еврокомиссия пытается бороться с вольнодумством в собственных рядах. Страны, не желающие принимать беженцев, могут их не принимать. Но нужно будет уплатить нешуточный штраф. И речь идет о сотнях тысяч евро за одного человека. Например, Польша свобода от мигрантов может обойтись в миллиард. София Гордеенко, Василий Тружковский. Подробности. Телеканал Интербрюссель. Смертельный маршрут. Ежедневно сотни беженцев из африканских стран пытаются попасть в Европу. Сперва едут в Ливию, затем на оплатах и надувных лодках переправляются в Италию. Но удается это сделать далеко не всем. Репортаж Вениамина Трубачева. Этот лагерь для беженцев находится на границе Ливии и Туниса. Огромное поселение выросло среди пальм и барханов. Днем здесь очень жарко, а ночью холодно. Вот в таких палатках живут беженцы из Ливии. У них в стране гражданская война. К тому же некоторые города захватили джихадисты. Люди рассказывают, когда в город приходят боевики исламского государства, они убивают всех, кто не согласен с их законами. Здесь же живут и выходцы из других африканских государств. Сомали, Либерии, Буркино-Фасоа, Ганны. Все они говорят, что не могут выжить в своих странах и вынужденно отправились искать лучшие жизни. Нам нечего есть, у нас нет воды. Как жить в таких условиях? У нас нет денег, чтобы покупать все это. Разве это нормально? Этот лагерь только первая остановка на пути в Европу. Многие из этих людей не скрывают, что в ближайшее время будут пытаться попасть в ЕС нелегально. Они ждут, пока придет их очередь плыть. Я хочу попасть в Европу и жить там. Пути назад у меня нет, я не могу вернуться уже в свою страну. У меня даже паспорта нет. Самый популярный маршрут в Европу из Ливии в Италию. Беженцы плывут через Средиземное море. Это сотни километров. Вот небольшая лодка, заполненная людьми. Итальянский корабль береговой охраны заметил беженцев. И теперь они в безопасности. Им повезло, они добрались до Европы. Уже на суше все беженцы проходят обязательное медицинское обследование. Им предоставляют еду и отправляют в лагерь для мигрантов. Правда, свободных мест там практически не осталось. Количество человек, которые пытаются переплыть море, возросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Соответственно, нам нужно увеличивать число кораблей и персонала, чтобы спасать этих людей. Но такое путешествие – это лотерея, которая часто заканчивается трагически. Другая лодка не выдержала по пути, она затонула. Больше ста человек сейчас считаются пропавшими без вести, а среди них дети и старики. Мы обнаружили восемь человек с травмами, нашли двоих утонувших. Многие из выживших в состоянии шока, потому что они потеряли родственников. В прошлом году число мигрантов из Африки достигло рекордных 170 тысяч. А вот количество погибших подсчитать практически невозможно. Но понятно, что речь идет о тысячах беженцев. Вениамин Трубачев и Юрий Романюк. Подробности – телеканал «Интер», «Ливия», «Италия». Курорт на Донбассе. Звучит невероятно, ведь этот регион уже два года ассоциируется лишь с военными действиями. Но на самом деле здесь остались тихие уголки для отдыха. В одном из них побывала Ирина Баглай. Украинская Швейцария. Так о Светогорске писал Антон Чехов. И действительно, до начала военного конфликта на Донбассе этот город был меткой для туристов. За два года здесь не было боевых действий, не слышали ни автоматных очередей, ни разрывов снарядов. Но война коснулась Светогорска косвенно. Город выходного дня. Таким его помнят до 2014 года. Игорь тогда купил здесь дачу. Решил заняться туристическим бизнесом. Сначала МАТО переехал из оккупированной Макеевки сюда, а потом открыл двери своего дома и другим беженцам. Это был город переселенцев. Просто люди прятались от войны. Встречали людей реально в пижамах. После освобождения Славянска и Краматорска люди начали возвращаться домой. Из 25 тысяч переселенцев в Светогорске остались две. Но вот туристы сюда возвращаться не спешат, боятся попасть под обстрел. Да, у нас мало гостей, но мы не хуже. А в чем-то мы даже лучше. В эти майские праздники большинство гостей Светогорска это по-прежнему жители Донецкой и Горловки. Хотя их количество и сократилось в шесть раз. Из Горловки мы приезжаем. Проезжаем все блокпосты, чтобы здесь побыть в тишине и в спокойствии. Расстояние до Светогорска от Харькова такое же, как и от Донецка. Только изюмский шлях, как его прозвали харьковчане, больше напоминает бездорожье. А золотанные ямы тут же разбиваются под колесами машин. Но и это не главная преграда. Рассказывая о городе, люди говорят, а у вас что там не бомбят? Мы говорим, нет, у нас здесь и войны-то не было никогда. Помимо Светогорской, третьей в Украине лавры, чистых источников, гейзеров, лесного воздуха, здесь формируется инфраструктура для отдыха. Страусины и козьи фермы, детский зоопарк. Туристическое будущее Светогорска в свои руки взяли те, кто выехал с оккупированных территорий. Объединились и без помощи властей начали поднимать город. Сестры Светлана и Неля из Сибири в новостях слышали об Украине. Не побоялись приехать и не пожалели. Очень красивое место. Я бы считала, что тут у вас как Швейцария. Вполне возможно, может быть, но Швейцария далеко, а Украина рядом. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Не успел сезон отпусков стартовать, как на украинских курортах. И в крупных городах уже яблоку негде упасть. Чем удивляют и как развлекают туристов, видели наши корреспонденты. Колоритный Львов лидер по количеству туристов. В центре на площади рынок не протолкнутся. Экскурсоводы на расхват. Прогулкам благоволит и погода. За углом развлекает профессиональный гуцул. Для гостей приготовил козу соломенную. Люди очень приветливые. Погода прекрасная, здания старинные. Это настоящая старая Европа. Ужгород удивляет деревьями в Крашенках. Огромные пасхальные корзины сбор хозяюшек из разных регионов страны. Сравнивают закарпатский традиционный набор со своим. И в нас не светят вино. Само собой пасочка идет, ковбаска, шинка, сыр. Липовая аллея у набережной, мини-скульптуры. Ужгородский замок и старинный центр города. Обязательные пункты программы. А вот весенняя визитка города Сакуры уже не в цвету. Мы все на Сакуры ехали, но как оказалось, не отпилили. Мы не успели. Да, мы не успели. Тихо у вас, спокойно. Компенсировать есть чем. Уже цветет уникальная долина Нарцисса в Хусте. В Черновцах экскурсоводы, как и во Львове, тоже нарасхват. Посмотреть есть на что. Музей архитектуры и бытов – национальный этнофестиваль. С песнями, танцами и древними обрядами. Взгляды привлекают вот эти девушки с необычными головными уборами – ковылями. Это прошивается галкой с ниткой до волосся. И потом уже оставляется вот так. Но главное, чтобы волосся мягко было закладено вот тут наверху. При Карпатии заманило туристов в горы. Здесь те, кто хочет надышаться свежим воздухом и полюбоваться красотой природы. Яремчу туристов почти как летом. Водоспад видел, ну, в принципе, все место видел. Мы совсем никогда не были в Карпатах. Это первое место для нас в Карпатах, в Семоросе. На отдых и реабилитацию в Яремче приехали участники АТО. Краевиды мы с ним побачили. Завтра едем на экскурсию на водоспад, как в Ингай. Разные процедуры, и воздух, и спокойствие. В общем, отпочили и душой, и телом. Свободных номеров в отелях, в любимых местах отдыха туристов нет. Поезда в сторону Западной Украины битком набиты. Сколько людей отдохнет здесь, станет понятно после майских праздников. Ирина Романова, Галина Якушко, Марина Коваль, Ольга Паломарюк, Жанна Дучак. Подробности, телеканал Интер. Спортивное чудо. Английские футбольные фанаты празднуют чемпионство команды аутсайдера. Лестер-Сити начинала сезон как главный претендент на вылет, но закончила с кубком. Не по душе сюрприз только букмекерам. Поэтому они посыпают голову пеплом. Во сколько им обойдется неожиданная победа, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Эту победу называют величайшей в истории спорта. Гадкий утенок. Команда из небольшого английского городка Лестер обошла всех фаворитов. Всемирно известных Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенгем. За 132 года существования клуба. Это их первый титул чемпионов английской премьер-лиги. Победа действительно неожиданная и невероятная. Лестер Сити команда отказников. В ней нет звездных футболистов. Большинство попали сюда после того, каких отвергли другие клубы. Наставник Клаудио Раньери тоже считался уже отработанным материалом. Он пришел в Лестер после увольнения с поста главного тренера сборной Греции из-за очередного поражения. А содержание всего клуба стоит столько, сколько, например, Манчестер Юнайтед тратит на одного игрока. В общем, никаких надежд они не подавали, перспектив не предвиделось. До начала сезона шансы команды на победу оценивали как один к пяти тысячам. Для примера, в британских букмекерских конторах определили, что возможность того, что Элвис Пресли жив, намного больше, чем победа Лестера. Один к двум тысячам. Такие же шансы, что светская львица Ким Кардашьян станет президентом Америки. Один к тысяче оценивали шансы герцоги Никейт родить принцу Уильяму тройняшек. В общем, тех, кто поставил на команду в августе, а таких было 57 счастливчиков, ждут очень приличные выплаты. Правда, рисковых игроков не было. Самая большая ставка всего 20 фунтов. Это чуть больше 700 гривен. Выигрыш же составит 100 тысяч фунтов, а это уже больше трех с половиной миллионов гривен. Никогда не думал, что смогу сказать это. Лестер победил в премьер-лиге. К тому же я еще и выиграл 25 тысяч фунтов. В августе я поставил на них всего 5 фунтов. Это потрясающе. Исторический прорыв Лестера обернулся головной болью для букмекеров. То, что фанаты называют чудом, они считают просчетом. И букмекерским конторам он будет стоить 25 миллионов фунтов. Это самая большая сумма в истории британского тотализатора. Посыпают голову пеплом и те, кто засомневался в возможностях команды и забрал выигрыш раньше, не дожидаясь конца соревнования. Пролетел в Пари спортивный комментатор BBC, уроженец Лестера Гарри Линокер. Он был настолько уверен в вылете родной команды, что в шутку пообещал появиться в эфире своей программы в одних трусах, если Лестер выиграет. От слов своих не отказывается, так что, похоже, зрителей ждет обнаженка. Еще один интересный факт. Любовь тайцев к этому английскому клубу. Казалось бы, даже в Европе не все знали о существовании такой команды. А в далеком Таиланде ее любят и ею гордятся. Объяснение этому простое. В 2010-м Лестер-Сити выкупил тайский миллиардер. И с тех пор она обрела поклонников и в этой стране. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности британское бюро телеканала Интер. Переговоры о создании зоны свободной торговли между США и Евросоюзом под угрозой срыва. Причина – публикация секретных документов о ходе подготовки соглашения. Подробности знает Татьяна Лагунова. Три года переговоров, 20 рабочих групп встречи в Брюсселе и Вашингтоне. Обещание и заверение, что текст соглашения о создании зоны свободной торговли между США и Евросоюзом будет готов к концу года. И вдруг оказывается договор не то, что не готов. Он вообще под угрозой срыва. 240 страниц протокола секретных переговоров между Брюсселем и Вашингтоном. Анонимный источник передал их организации «Гринпис», а та в свою очередь немецким газетам и телеканалам. Мы сделали это, чтобы инициировать дискуссию. Мы хотим внести прозрачность в непрозрачные переговоры. Это же невероятно, что почти миллиард человек в США и Европе ничего не знают о переговорах, которые затронут практически каждую сферу их жизни. Документы свидетельствуют, в ходе переговоров американцы давят на европейцев, чтобы выторговать лучшие условия. Так, например, Вашингтон готов обнулить ввозные пошлины для европейских автомобилей, только если Евросоюз пустит на свой рынок американскую сельхозпродукцию. А в США, в отличие от Европы, где очень высоки требования к продуктам питания, можно производить и продавать продукцию, если ее вред для здоровья человека пока не доказан. Мы уверены, что если соглашение будет подписано, это приведет к снижению потребительских и экологических стандартов в Европе. Очевидно, что у американцев совершенно иное понимание того, как нужно защищать потребителей и окружающую среду. А чтобы привлечь к этой теме внимание европейцев, Гринпис инициировал зрелищные акции. Например, в Германии выдержки секретных документов по вечерам транслируют на стенах Бундестага. А в центре Берлина появилась информационная палатка, где с материалами может ознакомиться каждый желающий. Реакция политиков на утечку секретных материалов пока сдержанная. Официальный Берлин делает вид, что ничего не произошло и готовит дальше работать над амбициозным соглашением. В Брюсселе уверяют, что протоколы промежуточные, а финальное соглашение будет выгодно обеим сторонам. Спокойный Вашингтон и только в Париже не исключили. После такого скандала переговоры могут быть приостановлены. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. А вот ближе к вечеру стало известно, Франция официально выступила против этого договора о зоне свободной торговли. Президент Франсуа Алан заявил, нельзя ставить под вопрос основоположные принципы государства. Франция не верит в торговлю без правил. Именно поэтому сейчас говорит нет. Заявление Аланта, кстати, это первый официальный комментарий после утечки секретных материалов. Громкое дело французского парфюмера. Фредерик Дезнар требует у работодателя крупную компенсацию. В чем обвиняет босса? Посмотрите в нашем международном обзоре. Француз Фредерик Дезнар требует от работодателя 360 тысяч евро компенсации за скучную работу. По словам мужчины, трудится он настолько мало, что уже утомился ничего не делать. Дезнар служит в крупной парфюмерной компании. Считает, за 4 года ему таки не дали проявить себя. И у него нет карьерного роста. Из-за этого даже здоровье пострадало. Развелась язва желудка и началась затяжная депрессия. Дело рассмотрит суд по трудовым спорам. 7 миллионов долларов компенсации заплатит российский хакер Никита Кузьмин. Так постановил Федеральный суд Нью-Йорка. 28-летний парень, сын музыканта Владимира Кузьмина, разработал и распространил вирус ГАЗИ, который поразил миллион компьютеров по всему миру. Атаковал даже систему НАСА. ГАЗИ воровал информацию о банковских счетах десятков тысяч человек. Сам Кузьмин заработал 25 миллионов долларов. Корабль первооткрывателя Джеймса Кука нашли морские археологи из США. На мелководье, недалеко от города Ньюпорт, в штате Рот-Айленд, среди обломков затопленных парусников, ученые наткнулись на части корпуса Индевор. Капитан Кук командовал этим судном во время своего первого кругосветного плавания в 1768 году. Ранее в Австралии воссоздали точную копию легендарного барка. Сейчас здесь проводят экскурсии. Упаковку пива, которой 60 лет выловили рыбаки в штате Висконсин. Трое друзей рыбачили на реке, и одному из них попались на крючок шесть банок хмельного. Товарищи планируют сохранить улов, как сувениры показать детям. Обещают не открывать бодвайзер. Тем более внутри банок песок. Временное табу на фуагра ввели во Франции. Власти опасаются распространения птичьего гриппа, поэтому на три месяца запретили готовить деликатес. Табу коснется 18 департаментов юго-запада страны. До середины августа фермерам нельзя содержать уток или гусей в производственных помещениях. Экономисты подсчитали. Убытки предпринимателей составят 130 миллионов евро. Жительница Чикаго хочет отсудить у крупной кофейни Старбакс 5 миллионов долларов. Стейси Пинкус уверена, напитки в заведении чрезмерно разбавляют водой. В кофе добавляют лед. Но вместо объявленного в меню объема 24 унции, кофе на выходе получается всего 14. Остальное – лед. Женщина даже провела эксперимент и намерена доказать мошенничество в суде. Вот таким был этот день. Спасибо, что смотрели подробности. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин